Всем добрый день, с вами Айден, у меня наконец-то закончилась сессия экзамена и мой последний экзамен был самым сложным и как раз-таки его я единственный раз в своей жизни списал при помощи часов Apple Watch и поэтому сегодня в этом ролике я бы хотел с вами поделиться пятью способами реальными и классными при помощи которых можно списать экзамен вот с таких вот небольших часов 21 век все-таки, поэтому давайте я вам про каждый способ расскажу а в конце скажу, каким именно способом пользовался я, чтобы списать этот сложный экзамен реально сложно и телефоны пронести туда невозможно но сначала нужно сделать очень важное действие я в статистику зашел и увидел то, что больший процент моих зрителей это не мои подписчики то есть это просто случайные люди из рекомендаций там это очень обидно, то что вы не мои подписчики поэтому давайте мы исправим как-то срочно эту ситуацию и если вдруг вы видите то, что кнопка подписаться красного цвета пожалуйста, ребят, реально просто умоляю, нажмите на нее, чтобы она стала серой и можно еще колокол влепить и конечно поставьте лайк под роликом, чтобы все ваши дальнейшие экзамены, контрольные работы ЕГЭ, ОГЭ сдавались просто на максимальный балл и если вы вдруг хотели что-то списать, у вас это получалось сделать максимально без какого-либо палева и напишите в комментарии какую-нибудь прикольную историю, когда вас заболели с какими-то шпаргалками, с телефоном с чем-то еще, что с вами сделали после всего этого в общем, я жду интересных историй, самое классное, подарим 1000 рублей, как и вот этому комментарию все, начинаем перед тем, как я начну рассказывать про 5 способов списывания нужно сделать стандартную процедуру с нашими часами во-первых, вы должны определиться, какой рукой вы обычно пишете я думаю, это не так сложно сделать, это вам уже с рождения известно я, между прочим, левша интересно, сколько среди моих зрителей левшей? тоже, пожалуйста, напишите в комментарии я прям отдельный респект вам ответом в комментарии выдам для списывания вы должны надеть ваши часы на ту руку, которую вы не пишете то есть, если я левша, я надеваю их на правую руку если вы правша, то надевайте их на левую руку открываем приложение iWatch на iPhone переходим в раздел настроек основные и положение часов выбираем левая или правая рука соответственно когда вы их надели, обратите внимание на то, с какой стороны у вас располагается вот это вот колесико это тоже нужно выбрать в этих же настройках иначе у нас будет неправильно работать акселерометр и когда мы будем обращать часы в свою сторону они у нас просто не будут загораться а это очень важное действие, потому что самое главное здесь минимализировать количество нажатий и вообще какого-либо тактильного взаимодействия с нашими часами вот при всех этих способах в этом же разделе основных настроек переходим в раздел активация экрана и здесь мы должны выбрать вот при активации экрана показывать последнюю программу всегда благодаря этому, когда на экзамене наши часы погаснут мы сможем обычным вот таким вот жестом снова вернуться в ту позицию, на которой мы закончили списывание вы можете сказать то, что из-за этой настройки преподаватель может просто спалить и когда мы в следующий раз делаем свайп, он увидит наши шпаргалки но если вы вдруг видите, что к вам приближается большой злой преподаватель вы просто прикладываете ладонь, весь периметр ладони на ваши часы они блокируются, они выключаются и при следующем нажатии на них у вас уже будет отображаться не ваша шпора, списываемая, а обычные часы также выбираем, чтобы после касания наш дисплей был активен 70 секунд переходим в настройки приложения фото выбираем альбом, который будет синхронизироваться с нашими часами или недавно добавленный, или просто фотопленка, неважно и в фотохранилище максимальное количество фото указываем столько, сколько вам нужно то есть в зависимости от количества ваших шпор и перед экзаменом нужно обязательно включить режим не беспокоить на часах чтобы никакие уведомления и прочие звуковые или вибросигналы нас не отвлекали и самое главное не давали какую-то почву преподавателя заподозрить вас в неладном фух, подготовка выполнена, вы еще здесь давайте лайк, если вдруг забыли поставить, поставим и 5 способов прям быстро, четко погнали если вы ведете конспекты, то этот способ явно для вас все, что нам нужно, это открыть приложение камеры на телефоне выбрать размер фото квадрат обязательно потому что так будет гораздо комфортнее делать шпаргалки ну и какой-нибудь черно-белый фильтр для максимальной контрастности можно или серебряный, или нуар использовать ну и просто фотографируем формулу, какую-то необходимую информацию не старайтесь мелочиться можно сделать побольше фотографий но чтобы все они были достаточно четкие и отображались на часах максимально комфортно и видно точно так же можно с телефона тихонечко загуглить нужную информацию заскринить ее, спрятать телефон в карман, чтобы они палили потому что тут палят реально на наличие телефонов необходимое, все нужное читаем, списываем, переписываем в тетрадку для второго способа требуется более серьезная подготовка но он реально поможет нам не только хорошо списать но еще и запомнить информацию в программе Adobe Photoshop создаем документ разрешением 272 на 340 пикселей если у вас 38 мм размер часов и 312 на 390, если у вас модель часов 42 мм обязательно выбираем черный фон для того, чтобы было меньше свечения и создаем вот такие себе карточки с какой-то удобной, полезной информацией самое главное не пихать туда огромное количество текста то есть какая-то основная информация способ наверно больше для технарей то есть какой-то формулы математические или если вы задаете экономику, маркетинг нужно что-то рассчитывать, а формул у вас в голове нет какие-то такие основные тезисные информации но опять же если вы ноль, абсолютно ноль в предмене наверное такой способ для вас не подойдет потому что если вы ноль то вам нужно больше информации, больше текста, и делать такие карточки здесь уже не вариант. Но 5-10 карточек с такой краткой информацией, формулами, я не знаю, какими-то языковыми особенностями, если вы немецкий, английский язык сдаете, они очень сильно вам помогут. И они будут максимально четко отображаться на часах, потому что мы подгоняем их под разрешение самих часов. Для третьего способа нам понадобится сообщник, который будет сидеть за компьютером в тот момент, когда вы будете писать экзамен. Не секрет, что в институтах вам предоставляют заранее список вопросов, которые будут в экзамене. Но эти вопросы на билетах, они абсолютно в рандомном порядке раскиданы. И на экзамене вам будет очень сложно среди сотен вот этих вот скриншотов или фотографий найти нужные. Мы сядем билет, разворачиваемся спиной к преподавателю, и в это время у нас в пиджаке спрятан телефон. И телефон у нас сразу же, друзья мои, будет спрятан. Вот, допустим, телеграмм, да, переписка с человеком, которым я хочу это все прислать. И сразу будет открыт фотоаппарат. То есть мы вот так вот идем, вы, вы, ну, это беспалевно. Все, я уже сфотографировал, я уже нажал на кнопку отправить. Я прячу это сюда, я сажусь спокойно, все. И вы, я думаю, поняли то, что я отправляю это в телеграмм. И мой сообщник находит среди списка этих вопросов те три вопроса, которые мне попались. И просто тремя отдельными сообщениями в телеге мне их присылает. И, соответственно, у меня есть приложение телеграмма на моих часах. И я просто его открываю и списываю те ответы, которые мне присылают. Все! Это самый классный способ. Я в процессе подготовки нашел приложение, называется оно «Шпаргалки». Это не реклама, я нигде не буду оставлять на него ссылку. Если хотите, можете найти сами в App Store. Там вы создаете отдельные шпаргалки по каким-то отдельным вопросам. Вы можете их называть как-то по-особому, то есть по номеру билета, по номеру вопроса и так далее. Туда отправлять текстовую информацию. Все синхронизируется с приложениями для часов. Все просто и понятно. Я купил платную версию за 75 рублей, которая позволяет туда еще импортировать текстовый документ. То есть если у меня есть в блокноте написанный какой-то документ, я могу его взять и через iPhone импортировать. Но, опять же, я не пользовался этим способом, потому что, к сожалению, в приложении нет версии для компьютера. То есть если бы я мог зайти, допустим, на сайт, войти по своим логинам и паролям, и именно с компьютера загружать нужные билеты, это была бы нормальная тема. Но мне реально неудобно для каждого вопроса создавать отдельный текстовый документ, потом это все каким-то образом скидывать на iPhone и с iPhone импортировать по отдельности в это приложение. Бред полнейший. Последний способ, пятый, который является аналогом вот этих шпаргалок, это приложение Evernote. Многие его знают, это очень приложение популярное. Я его раньше использовал, чтобы там свои сценарии какие-то хранить, заметки. И самый главный для нас плюс, то, что есть версия для часиков. И когда вы открываете эту версию для часиков, перед вами как раз-таки те заметки, которые вы добавляли. В черновой тетрадке я сразу расписал все 100 вопросов под порядковыми номерами. И эти порядковые номера у меня были также и здесь. Я посмотрел, какие мне вопросы достались в билете, посмотрел в черновике, под какими номерами эти вопросы находятся в моих заметках, и просто вот так вот взял, хоп-хоп-хоп, смотрю по номеру, то есть выбираю, допустим, классификацию объектов интеллектуальной собственности, и все, здесь у меня черным по белому та информация, которая мне необходима. То есть здесь я просто не достаю телефон из кармана. У меня все находится прямо здесь на часах. На тетрадке я сверяю номера вопросов и нахожу их здесь и просто списываю. Замечательно. Есть ли бы не существенные минусы, которые есть в Оверноут для часов, а именно то, что здесь отображаются последние или первые 20, даже 10 заметок, которые есть. Все, остальные не отображаются. Можно их найти прямо здесь по поиску, если сказать номер 21. Это ужасно. И второй минус, то что эти заметки здесь в урезанном формате. То есть если, допустим, ответ на вопросы мне содержит примерно полторы странички, а четыре, то здесь отображаются только первые два абзаца, которые я прописал. Все, остальная информация, она, ну, просто не отображается. Так что мне пришлось достать телефон из кармана и в поиске в Оверноуте ввести интересующие вопросы. Я просто заскринил интересующие вопросы с телефона, быстро спрятал его в карман и, используя приложение фото, уже посмотрел эти штуки. В общем, это были мои пять способов списать несписуемое. Пишите, какой из этих способов, по вашему мнению, подходит больше, там, под конкретный ваш вуз или школу или предмет и так далее. Я буду очень рад обратной связи. Опять же, тысячу рублей за лучший комментарий человека, который напишет, как его полили со шпорами и что с ним стало после этого. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если хотите побольше такого контента. Ну, то есть, не со школьниками, а больше какой-то полезной информации технического плана, да и не обязательно. И, кстати, у меня еще есть второй канал. Ребят, не уходите, подождите, стоять. Есть второй канал, я очень хочу, чтобы вы на него подписались. Там будут каждый день выходить ролики, если будет ваша активность. То есть, он так и называется, Iden Everyday. С вами был Iden, очень сильно вас люблю. Пожалуйста, прибавьте активности. Все, я ухожу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok